Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Черным по белому». В студии я ведущий Александр Гурарье, и со мной историк-политтехнолог Давид Идельман. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы продолжаем. Мы продолжаем цикл программ, которые условно назвали «История тайных обществ». Следующая история. Следующая продолжение про ассасинов, которую мы начали в прошлой программе. И немножко не закончили. И не закончили. Мы завершили о том, что как Хасан Ассабах, после того, как ему не удалось стать первым министром, визирем, ушел, начал проповедовать свое учение и захватил замок Аламут, купив его за цену места, которое можно охватить одной воловью шкурой. Но это воловью шкуру он разрезал на тонкие ремешки и охватил весь замок. А потом суд, который либо состоял из его адептов, либо из людей, которые его боялись, признал это решение правильным. Ведь оно было зафиксировано именно так в договоре. Тут действительно у Хасана Ассабаха были очень сильные аргументы. Вот есть у арабского хрониста Рашита Аддина есть рассказ о том, что настоятель одной из мечетей в городе Рей по имени Фахр Аддин, он в одной из своих проповедей предал исмаилитов, ассасинов проклятию. И проклинал их, проклинал, проклинал, проклинал. Но после этого к нему тогдашний руководитель ассасинов, это уже было, после стакции горы, послал одного Федаина, чтобы объяснить ему смысл жизни. Что он не прав, да? Да. Тот выхватил нож и поезжал его к стене. На что Фахр Аддин, настоятель мечети, смолился и просил не убивать его. Но выяснилось, что Федаин вообще не собирался его убивать. Как только он сказал, что я никогда больше такого делать не буду, я буду к вам очень хорошо относиться. С почтением? Да, с почтением, с уважением и так далее. А Федаин отошел, засунул руку в карман халата и вытащил оттуда 365 динариев по количеству дней в году. И передал ему. И сказал, что если ты будешь вот так вести себя, как ты обещал, то ты будешь покупать, получать такую дань ежегодно. Такой гонорар, такой грант ежегодно. В общем, даже такой пацанский. А если нет, ну так я пойду снова и в этот раз уже не промахнусь, что называется. И тот после этого стал очень уважительно относиться к ассасинам. Никогда их не проклинал. Все было очень хорошо. И когда один из приверженцев спросил у него, как же так изменились его настроения, Фахрад Дзин ответил, о друг мой, они имеют неоспоримые аргументы. Неразумно проклинать их. И он был прав. А поэтому действительно это очень интересная вещь. И когда мы говорили, что мы рассказываем в принципе не историю ассасинов, мы говорим легенду об ассасинах. Легенду об ассасинах, потому что там было по-настоящему достаточно трудно восстановить. Но сама легенда, как они остались в истории, может быть черная легенда, может быть клевещущая на них легенда. Она послужила идеальной моделью негативного тайного общества, которое может существовать. Из него, собственно говоря, можно сделать какие-то выводы, тем более, что у них и учились те же крестоносцы и так далее. Например, преданности учителю, преданности руководителю ордена, в письмах и поэзии средневековья, вот эти провансальские поэты, Трубадуры. А Трубадур пишет своей любимой, что он предан ей, как ассасин своему вождю. Вот, то есть это высшая степень преданности. Теперь как же товарищ Хасан Ассабах сумел достичь такой преданности? Мы на прошлой программе рассказывали, что достаточно было одного взмаха его руки, чтобы человек просто упал со стеной, спрыгнул со стены, положив оружие, сложив, оно ему больше не понадобится. Да, да, не понадобится. И так это были не один человек, это были множество людей, которые готовы были именно так поступить, по мгновению пальца Хасана Ассабаха, покончить свою жизнь. Ну вот, черная легенда об ассасинах рассказывает, что у него были неоспоримые методы. Как это делать? Он после того, как купил замок, захватил замок и начал свой мировой захват с этого замка, решил, что ему нужно иметь вот именно таких твердых сторонников. Они уже были покорны его воле, они уже знали его учения. Но дальше он приглашает к себе первых учеников, которые лучшие. И приглашает разделить с ним трапезу, что никогда не было, расстояние между учителем и учениками было огромное. Но вот, поскольку они такие первые ученики, их можно пригласить на трапезу. Они приходят, и он говорит, что нам подадут лучшие блюда, ясно и так далее, и подают вино. Они в смущении, в смущении. Мусульманину вино нельзя. Как же так? Алкогольные напитки. На что Хасан Асабах объясняет им, что это нельзя основной массе. То есть, а для избранных можно? А не просвещенным. У просвещенных совсем другой счет. Это очень важно, я сейчас к этому вернусь. У просвещенных совсем другой счет. Вас будут судить не поэтому. Они садятся, ведут теологическую беседу, пьют вино. В определенный момент им дают какое-то особое вино, в которое добавлен наркотический напиток, судя по всему, созданный из гашиша. Поэтому и такое название гашашины, ассасины, да? От слова гашиш. Они выпивают это вино, и когда выпив этого вина, они засыпают. А вот дальше происходит самое интересное. Они просыпаются в Эдемском саду, в раю, где рядом с ними порхают гурии, в каждой своей части сада, порхают гурии, которые готовы развить любую их прихоть. Гурии прекрасны. В саду всяких ясност, еды, которые вот эти вот бедные люди с железной дисциплиной и многодневными тренировками вообще не знали. У них все это есть. Рай. И перед ними порхают гурии. Они проводят долго, ну, сутки, двое суток в раю, наслаждаются раем. После этого снова засыпают. И просыпаются за тем же столом около Хасана Асабаха. Ничего не изменилось. Как вам скажите, наркотикам нет? Они говорят, ой, а что же? Ну вот мы ввели беседу, я обещал вам, что вы будете в раю, я решил показать вам рай. А как его заслужить? А заслужить его можно одним путем. Нужно выполнять все приказы Хасан Асабаха. Если ты выполняешь, вот этот рай, расскажите остальным. Тогда вы туда попадете. Первоначально это сыграло злую шутку с этими его последователями, потому что они начали кончать джейсом убийством. Они спешили. Но им было объявлено. Нет, ребята, нет. Только тот, кто погиб, выполняя приказ. И то, если, выполняя приказ, он мог спастись, то рай ему не гарантирован. Только в том случае, если он выполнял приказ, спастись не мог, вот тогда он окажется в раю. И поэтому удивлялись, когда прибывают два ассасина в какую-нибудь провинцию, занятую европейцами. Они купцы с Востока, но они вдруг решили поменять веру. Они решили стать католиками. Известно, что мусульманину запрещено отказываться от шахады, понимать другую веру. То есть, если его спросят, ты мусульманин? Он под страхом смерти. Даже если ему грозит смерть, он должен сказать, я мусульманин. А вот ассасинам было разрешено. Потому что правила ислама, они же для лохов, они для продвинутых. Ты можешь врать. Ты можешь делать все, что угодно. Судить тебя будут не поэтому, а потому выполняешь ли ты приказ учителя, который наиболее близок к благодати? Или нет? Давид, мне кажется, или действительно на этом построены, собственно, все секты, не только данные. То есть, вот это вот слепое поклонение гуру, и это было, это есть, и похоже, что так и будет всегда. Возможно. Но я хочу сказать, что, посмотрите, вот допустим, есть такая скучная религия иудаизм. Честно, чтобы заслужить этой благодати, забыть, быть достойным ее, нужно, извините, каждый день пахать, кашрут, это, 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 это огромное количество всего. Да? Это как ты, раба, ты должен сбираться на гору, раздвигая себе коленки. Это гора благодати, и ты на нее взбираешься, у тебя под ногтями кровь, у тебя все, этот, ты себе всю кожу слилез, и все остальное. И вдруг появляется христианство, которое появляется как секта. Да? Сначала. Это просто, оно же появилось внутри иудаизма, как секта, который говорит, ребята, вот вы карабкаетесь, у вас кожа на коленках слезла, у вас под ногтями кровь, так тяжело. А у нас есть ракета, Иисус Христос, и мы на ней взмываем. Которая за вас уже пострадала. да, да, и мы на ней взмываем, только к нашей благодати, ее не надо заслуживать отбойным молотком. К ней достаточно присоединиться благодолеверие, и так далее. Но христианство, понятно, очень скоро стало такой нормальной, конвенциональной глики. А вот в сектах это не по поводу мертвого учителя, а по поводу живого учителя, который живой и есть благодать. Он тут ее представитель. И он говорит, все правила для лохов, а тебя будут судить совершенно по-другому. Для тебя эти правила не писаны. Ты совершенно другой. поэтому про сосинов говорили, что они могли себе позволить любой грех. Не только лжесвидетельство и так далее. Пить вино, пожалуйста. Это разврат, пожалуйста. Разврат с сестрой или с матерью тоже. Судить будут не по этому. Судить будут только по тому, как он слушается учителя. Об этом так писали о них. Правда или не правда я сейчас не говорю. Я говорю, вот это модель. Теперь если есть такая модель, то посылаются два убийца, чтобы убить принца или Иерусалимского короля и так далее. Они прибывают, они очень быстро приходят, принимают католичество. Они купцы с востока, у них много денег, они готовы давать пожертвования. И все это они делают для того, чтобы вписаться. Чтобы в нужный момент быть рядом с этим королевым принцем и так далее. рядом с ним и заколоть его. И после этого скрыться. Но если вдруг раздастся, что он еще жив, ассасин вернется и добьет. и после этого он пойдет на мучительную смерть. Его будут пытать. И он с радостью примет муки, потому что там же его ждет райский сад и горий. Опять-таки впустить в сад можно было и перед выполнением задания. Понятно, что многократно человека нельзя впускать в этот сад. У Пелевина есть повесть по этому поводу об ассасинах. Где ассасин, которого третий раз пускают, он обнаруживает, что как-то одна из них явно потеет эта горе, у другой там что-то еще. Понятно, что к третьему разу он это обнаружит. Но поэтому они скорее всего этого не делали. Это делает только они если дать человеку показать модель, то он сходит на задание и он его выполнит. Но это был не единственный способ манипуляции. У Хасана Ассабаха было огромное количество самых разных способов манипуляции. Например, вот существует кто-то из его учеников, достойных учеников, но Хасан Ассабах им недоволен. Обнаружились у него грехи. И он сам признает, что да, он виновен. Хасан Ассабах приказывает казнить его. Его казнят. После чего Хасан Ассабах грустен по этому поводу. Человека потеряли. И он в рай не попадет. То есть казненный в рай не попадает. Ну правильно, потому что он же не ослушался. Он ослушался. И он зовет себе несколько человек. В его комнате стоит голова этого просто на полу. В Ленином блюде. Он говорит, как вы считаете? Они говорят, мы не знаем, может быть. Давайте спросим у него. Они говорят, вот он же для меня нет проблем, чтобы он ответил вам на вопрос. Его душа еще не отлетела далеко. И он говорит, Ахмед, открой глаза. Ахмед открывает глаза. Он говорит, Ахмед, вот тут тебе есть вопросы. И спрашивайте. Они в этой темной комнате задают ему вопросы. Ахмед отвечает, что он действительно виновен, что он вот так нарушил, что не послушался учителя. Именно за это он будет наказан. И он уже знает, что он по дороге в ад. Люди слушают, выходят, разговаривают. Там кто-то еще хочет. Хасан Асабах зовет следующую группу, потом третью группу. Так часа два-три срубленная голова отвечает на вопросы. Когда все убеждаются, что все это правильно, Хасан Асабах подходит к нему, раздвигает глиняные формочки, и тот вылезает из ямы. И говорит, что я правильно отвечал глава вопроса? Правильно? Ай, молодец. Да. После этого ему уже по-настоящему рубят голову. Вешают на пику. что конец будет хороший. Нет, ему по-настоящему рубят голову. Но это же он сделал для того, чтобы усилить веру в учителя. Он попадает в рай? Да, он-то верит в это. Я вам точно не могу сказать ни про существование рая, ни про то, куда попадут в ассасины, меня там не было. Но он верит в это. Вот. Ему рубят голову, он соответственно его уже на совсем срубленная голова вешается на пике, и все проходят к ней. И здороваются. и все знают, что всего пару часов назад эта срубленная голова им отвечала на вопросы. Это по-настоящему срубленная голова? Вот она на пике висит. Вот там кровь запекшаяся. Они видели эту запекшуюся кровь? И он отвечал на вопросы. Как можно не верить, что наш учитель великий божен, что именно он может возвращать из мертвых, что именно он подключен к благодати? Именно такой учитель слушать его это и есть делать все, что нужно для того, чтобы попасть в рай, для того, чтобы благодать на тебя не зашла. Это ведь правильно? Абсолютно. Вот. Теперь именно по этой модели строятся ассасины. У них есть свое одеяние. белый халат, белый плащ такой, с кушаком, поясом красным, кровавым. Почему? Потому что белое это цвет невинности, а красное и цвет крови. И поэтому у тамплиеров или других рыцарей крестоносцев будет белый плащ и кровавый крест. Белый цвет невинности, красный цвет крови. Поэтому эта символика потом уйдет в разные тайные общества масонов, иллюминатов и так далее. И во многом использующий масонскую и другую тайную символику Михаил Фанасьевич Булгаков сделает своего понтия пилата белым плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой и так далее. Теперь с реальными ассасинами я снова говорю, что они сами себя так не называли, эти эсмаэлиты не залит, они жили совсем по-другому, к ним приписали кучу всего, любое убийство в Европе совершенное киллером, вешали на них, как будто в Европе не хватало своих киллеров без ассасинов и там францисо итальянский хронист 14 века он пишет, что вот этот герцог послал тому подлого ассасина, этот Данте в божественной комедии выводит вероломного ассасина и так далее. но языческое возвращение языческих нравов вот такое возникновение политики макеавеллистической расчета цель оправдывает средства хотя бы это не макеавеллист сказал опять-таки построение монархии когда очень много зависит от одного человека сейчас мы постоянно слышим, что вот если бы с одним человеком что-то случилось то война бы остановилась так вот все это сделало политическое убийство гораздо более ценным и правильным ну и последняя фраза хочу сказать что наследники ассасина живут до сегодняшнего дня они живут в Индии это совершенно по мире совершенно мирная секта которая называет себя Ходжа которые как и их древние эти предшественники отрицают во многом отрицают ритуальные вещи которые необходимы для получения богодати но считают что нужно быть морально совершенным чистым мирным и так далее это секта Ходжа и во главе этой секты всегда есть Ага-хан то есть главный который назначает перед назначает перед своей смертью другого Ага-хана который должен быть его преемником и что очень важно вот про хасидизм говорят что хасидизм кончился тогда когда руководители хасидских дворов отдали власть своим ученикам то есть был сначала большим тоф было первое поколение хасидских цадиков которые были его ученики а следующие это их дети и вот с этого момента хасидизм начинает дарифовать так вот Хасан Асабах он был настолько против такой форме передачи власти что он убил своих детей чтобы они не претендовали на это спасибо спасибо большое Давид Адельман историк политтехнолог наша программа подошла к концу продолжение следует история тайных обществ продолжается до свидания